Жители микрорайона Солнечный-2 снова бьют тревогу. Проблемы в их домах застройщики все еще не уладили. Прибавилась забота с благоустройством. Нет уличного освещения, нормальных дорог и обещанной еще весной ливневой канализации. О стабильном автобусном сообщении горожанам остается только мечтать. В бедах людей разбиралась моя коллега Гюзель Закария. Головная боль за собственные деньги. Георгий Литвинов заселился в этот с виду теплый и уютный дом год назад по программе Нурлыжер. За это время понял, что обещанные застройщиком золотые горы по сути оказались только на словах. Первая проблема, с которой столкнулась молодая семья – отопление. Когда мы сюда заехали, здесь стояли очень маленькие печки, они явно не рассчитаны на такую квадратуру, поэтому мы возле этой печки практически жили. Ночью уснул, не проснулся вовремя, просыпаешься в ледяной комнате. Мы все и весь поселок практически заменили эти печи маленькие. Поставили стоимость котла, который может обеспечить вот эту квадратуру дома. Минимальная стоимость такого котла начинается от 450 тысяч. Даже при этом помещение быстро остывает, ветер гуляет по всему дому. Дует из окон, розеток и прощелин. Эти недостатки обещал исправить застройщик, ведь срок гарантии – два года с момента заселения. В случае с Литвиновыми у семьи есть еще шанс на год надежд и ожиданий. Но пока продвижений нет. На эти проблемы жители уже готовы закрыть глаза. Говорят, сделают все сами. Теперь бы только улицы привели в порядок. Действительно было очень сложно добраться просто до остановки весной. Потому что ливневок нету, проехать сюда на машине, на легковой вообще невозможно. Сами можете по дороге посмотреть, здесь одна сплошная глина земля. Этой весной вода зашла и в дом Сауле Шариповой. Пришлось менять отмостку, заливать новый фундамент. Уже 4 миллиона сверху Саулея Режеповна вложила в ремонт. А еще пенсионерка своими руками засыпала дорожные ямы. И вся вода через меня уходила на ту улицу. Вот эта глина засыпанная мной, вон она по дороге. Видите, вот это все, вот это я сама лично засыпала. Но зато я хочу сказать, вон там где-то, вон она дорога. Она идет до самого леса. И вы знаете, там щебенкой так хорошо вообще сделано. Зачем туда делать в степь до леса самого дорогу, когда тут мы страдаем. Устали жители и от других проблем. В поселке горят фонари только на центральной улице. На остальных простаивают. Автобусный маршрут вовсе оставляет желать лучшего. Все дело в том, что до основной трассы горожан подвозят. Далее каждый пересаживается на нужный ему маршрут. Но и с этим возникли проблемы. Автобус здесь только один. Он ходит, начиная с 8 утра, каждые полчаса отводит, отвозит жителей до основной трассы. Но у них постоянно какие-то проблемы у этого автопарка. То водитель не хочет выезжать, то у него какие-то капризы по поводу того, что у него нет напарника, то еще что-то. То есть мы зависим от настроения этого водителя. Местные власти о проблемах жителей знают. Ситуацию комментируют следующим образом. Согласно проекту смертной документации предусмотрено щебеночное покрытие дорог. Общая протяженность улицы 21 километр. Из них выполнено 5 километров. Остальная часть будет построена после выделения бюджетных средств. Освещения в поселке Солнечные работы завершены в полном объеме, но имеются недоделки. Согласно гарантийных обязательств подрядчик будет устранять. Также специалисты отмечают, что при неисполнении застройщиком гарантийных обязательств жители могут направить письмо в отдел строительства. Кстати, официальных обращений пока туда не поступало. Чиновники все же постараются повлиять на подрядчика, а вот стабильный транспорт и ливневые канализации появятся в микрорайоне только в следующем году. Точный срок в отделе ЖКХ не уточнили. В текущем году были проведены работы по устройству ливневой канализации. Это у нас 4000 погонных метров канализации. Также 4000 погонных метров лотков были установлены. В связи с тем, что выделенные бюджетные средства были полностью освоены, работы не закончены полностью. В следующем году нами будет подана заявка на бюджет. При выделении средств работы будут продолжены. В 2022 году на межведомственной комиссии будет рассмотрен вопрос о продлении маршрутов 4А и 27 до микрорайона Солнечный 2. Всего в Солнечном 2 насчитывается чуть больше 100 дворов. На этапе строительства находятся еще 107.